Погнали. Роман, приветствую тебя. Приветствую, Артем. Традиционный эфир. Большое спасибо, что смог найти время, чтобы подключиться, обсудить со мной ситуацию по рынкам. Рынки интересные, движения серьезные. Это нельзя не заметить. Действительно, все финансовые активы разных секторов, разных сегментов на событиях в Восточной Европе получили этот буст и катализатор для движений. Волатильность есть, и если не вдаваться, опять же, в какую-то моральную сторону и аспект, источник этой волатильности, скажем, что волатильность – это хорошо для трейдеров, плохо, когда ее нет. Соответственно, продолжаем следить за трендами, тенденциями. Сегодня я хотел бы обратить в друзья ваше внимание, если, конечно же, финансовые рынки вам интересны, но я надеюсь, что, если вы смотрят записи, они вам интересны. На несколько финансовых активов – это евро-доллар, капиталон валютного рынка Форекс, на нефтянку, как сырье, и еще инструмент, чтобы охватить также большее количество разнообразных активов, ни одного сегмента. Еще золото. Поэтому давай тогда по старинке начнем с меня, с моей идеи фундаментальной и к демонстрации экрана. Перейдем. Так, друзья, сейчас, Роман, если что, тогда дай фидбэк, есть запись или нет? Ну, я вижу, да, экраны вижу. Отлично, значит, все видят. Замечательно. Надеюсь. Пара евро-доллар, друзья, сейчас на ваших экранах, и в моменте пара евро-доллар снижается. В целом, если опустить какие-то шумовые уровни на пике волатильности, можно сказать, что пара консолидируется в районе отметки 1.10. Я очень рассчитываю на то, что должен состоять пробой этого уровня вниз и движение к значениям 1.09 и 1.09 и 1.08. Я сторонник сейчас идеи того, что на фоне прошедшего на прошлой неделе заседания американского регулятора, когда ставка была повышена и, в принципе, был анонс еще того, что аналогичные решения будут приниматься и позже, того требует ситуация с инфляцией. Все мы прекрасно знаем, насколько это серьезный головняк сейчас для центральных банков, потому что индекс потребительских цен в прямом смысле по всем регионам мира бьет рекордные показатели. С инфляцией нужно бороться. ФРС упустил возможность сделать это своевременно. Год назад еще, надеюсь, что само собой все разрешится. Но сейчас вот по признал ошибку и пытается исправить все более агрессивными темпами именно роста процентных ставок. Я, наверное, один из немногих трейдеров, которые считают, что ФРС просто обязан будет поднять процентную ставку сразу на 50 байсных пунктов на майском и на июньском заседании. И лично я считаю, что ставка американского регулятора, чтобы хоть как-то она могла бы чуть-чуть охладить экономику и чуть-чуть сдержать инфляцией потребительских цен, сейчас должна быть на порядок выше, чем нейтральные значения. Я думаю, что оптимальный вариант для ФРС сейчас – это ставка в районе 2%. Но к ней, разумеется, нужно прийти. Я по индексу доллара сейчас не буду комментировать в принципе идеи, но понятно, что евро-доллар – это инструмент, валютная пара, которая коррелирует с этим активом. То есть если я ставлю на шорт, соответственно, евро-доллар, разумеется, доллар, индекс американской валюты параллельно должен расти. По поводу статистики и, скажем, ситуации в отточной Европе, которая влияет на экономику валютного блока полностью и тотально. Ну, это и географическая, и территориальная близость, и зависимость от энергоресурсов. Поэтому все вот эти шоковые сценарии для рынка нефти, которые могут реализоваться в случае эмбарго ухраны ЕС в отношении российской нефти, я по-прежнему считаю, что они возможны. Я в связи с этим думаю, что экономику ЕС ждет не просто стакфляция, а беспрецедентная рецессия, причем уже в самое ближайшее время. И макроэкономические отчеты, которые поступают из недели в неделю, начиная от бизнес-оптимизма и заканчивая индикаторами активности деловой среде и сфере услуг, они все указывают на то, что все уже плохо, очень плохо в экономике ЕС. Поэтому, друзья, в качестве сделки можно дождаться тест поддержки 1.10, что-то остается 15 пунктов, закинуть стоп-лост на уровень 10.70 и ждать пару уже на отметке 1.08. Что касается рынка нефти, 113.47 сейчас, как все прекрасно знаете, если следите за новостным фоном, сегодня будет второй день затяжной четырехдневной поездки Байдена в Европу, где угробили встречи лидеров стран НАТО, лидеров страны ЕС. Сегодня, кстати, если ориентироваться на московское время, ночью она прошла. И встреча еще в Большой Семерке, она состоит совсем скоро. И все ждали, что по итогам этих саммитов будут приняты решения относительно усиления санкционного давления против России. И то, что ЕС также откажется от покупок российской нефти. Но пока что этого не произошло, друзья. Но здесь самое главное, что ключевое слово «пока что». Это не значит, что на Европейский Союз не смогут в последствии оказать давление власти США, чтобы убедить их в том, чтобы все-таки принять решение об этом эмбарго. И это своего рода, как выразили сами чиновники ЕС, козырь, который остался еще в рукаве и который может быть задействован в будущем. Для спекулянтов это значит, что риск эмбарго и сокращение поставок нефти на глобальный рынок никуда не делся. Просто его сейчас искусственно загасили, чтобы он не маячил во всех новостных сводках, как это было раньше. Я вижу в этом очень хорошее условие дождаться коррекции в район 110 долларов за баррель по бренду. Оттуда уже выкупать с целями 120-125, скажем так, какой диапазон. То есть рост примерно на 10-15 долларов. В качестве стопа можно поставить стоп-рост на уровне 106 долларов за баррель. Так, и еще один актив – это золото, которое, на мой взгляд, под средними движениями оправдывает статус защитного актива, актива, страховки от инфляции. И я вообще считаю, Роман, что шортить золото сейчас, когда вот настолько нестабильный геополитический фонд, не совсем верное решение. Да, можно оправдать коррекционный сценарий тем, что ведь ставки растут в США, и по идее доллар повышается, доллар и золото должно идти вниз. Но сейчас не так. Нет такой корреляции, нет таких простых, ранее действующих объяснений, каких-то движений по этому инструменту, он является защитой. И для меня главный индикатор того, что инвесторы по-прежнему интересуются золотом, крупные инвесторы, миллионеры, миллиардеры, это бешеный приток средств в ETF, золотые, которые обеспечены золотом. Я лично инвестирую в фонд SPDR Gold Shares, один из, мне кажется, именивших ETF-фондов. И каждый месяц по статистике, даже какой каждый месяц, каждую неделю мы видим, как миллиарды, миллиарды затекают в этот фонд, потому что люди не знают, что будет дальше. А когда есть такое непонимание, разумеется, исторически проверенный актив – это золото. Поэтому я по золоту, сторонник того, что этот актив вырастет и до 2000, и до 250, и снова обдавит максимум, там в районе метки 2070 долларов за фунтс. Томан, фонд тебе передает. Да, я даже немножко заслушался. Действительно, да, золото сейчас такой важный актив, который точно шортить нельзя. Тут я не могу никак не согласиться. Единственное, только если рассматривать короткие позиции, и про короткие позиции могу добавить свою мысль. Ну, давайте посмотрим сразу демонстрацию. Переключу сейчас. Так, видно, да? Если уж про золото заговорил, то вот хотел бы сказать, что для меня… Да, вот, наверное, единственное, когда я бы согласился по поводу золота в долгосрочном плане, да, в долгосрочном, это вот сейчас, действительно. То есть обычно я долгосрочные прогнозы не делаю, я их не люблю, я в них слабо верю. Вот, потому что пока мы там, допустим, планируем одно, на политической арене так быстро все меняется, что может вот так все развернуться в обратную сторону и снести все, все наши прогнозы в обратную сторону. Ну, что касается золота, да, сейчас явно кризис, он уже идет, он уже развивается, и, скорее всего, он будет усугубляться по всем фронтам, причем он заденет не только Россию, но и Европу, вот, и до США, я думаю, долетит. Но, ну, и вот в этом плане долгосрочном, да, конечно, золото, наверное, шортить точно не стоит, стоит только покупать его. Вот, но если рассмотреть краткосрочные периоды, то вот на что я могу обратить внимание. Что нефть, что золото, совершенно недавно, если вот посмотреть дневные графики, да, ну вот не дневные, аж 4, наверное, оно взлетело и упало, откорректировалось. И нефть точно так же взлетела и откорректировалась. И что я наблюдал в качестве, скажем так, эксперимента торгового, ну, я потому что больше все-таки валюты торгую, потому что они больше для меня предсказуемостью обладают. Вот, нефть и золото, они очень импульсивные, очень волатильные и порой выбиваются из законов технического анализа, вот, как такие необузданные жеребцы. Вот, и что я заметил на бренд, например, вот, когда была вот нисходящая коррекция, да, но теперь если рассматривать это как волну, вот, нисходящую, то коррекция восходящая, она очень хорошо отработалась по линиям, уровням Фибоначчи, что 50 прям очень четко отбилось, что 61,8 прям четко отбилось. Вот, в связи с этим, если рассматривать, как бы, корреляцию вот похожих фигур, да, вот, вот этой волны и коррекции, то по золоту это еще не отработалось. И если все-таки рассматривать как косрочные позиции по золоту, то рекомендую присмотреться к приближающимся как раз таки уровням 50 и 61,8 по золоту. Прям очень похожая картина и высокая вероятность, что она именно так и отработает, как и нефть. Вот, ну вот такая вот у меня мысль по этим активам. Что касается, значит, индекса доллара, да, и евро, тут, значит, ну вот по индексу доллара мне больше всего нравится, да, кто хочет как-то срочные позиции или зайти, зайти все еще думал, но не зашел в покупку по индексу доллара, да, потому что доллар, я тоже считаю, будет укрепляться. Здесь мы видим линию поддержки такую замечательную, ну это на H4, причем она зеркальная, а зеркальные линии, они отрабатываются лучше, чем классические, вот. И вот сейчас цена здесь аккумулируется, так что если кто-то хочет зайти в доллар, то от этого уровня будет идеально заходить, то есть вот на цене, сколько здесь у нас, в районе цены 97 долларов, 97, точнее, это пункты, да, 97 пунктов 762, можно будет заходить на покупку с коротким стопом под этой линией, если кто стопы коротко размещает. Вот, то есть вот здесь вот такой хороший сигнальчик у нас будет, ну по евро-доллару примерно похожая картина, единственное, что вот этот вот уровень, этот зеркальный, в данном случае сопротивление, он немножко наклонную такую структуру, имеет, вот, поэтому тоже хороший сигнал в районе цены 11.39, рекомендую поставить ордер на продажу. Вот, ну и глянем S&P 500, тоже противоречивая ситуация, я вот говорил, что ожидал второй волны, вторая волна произошла, сейчас пошло движение вверх, и вроде как оптимистично, но что-то вот я смотрю аналитиков различных, экономистов, все пророчат еще дальнейшее снижение, еще дальнейшее вплоть до 3, там, 500, вот, то есть поэтому осторожнее с покупками S&P, я бы все-таки, наверное, подождал, пока мы не преодолеем, ну или не приблизимся к максимуму, вот когда обычно S&P 500 максимум преодолевает свой после коррекции, тогда он начинает двигаться дальше, вот, до этих пор очень сложно видеть, он может еще дальше снижаться. Также доллар-рубль хотел бы прокомментировать, видим, что очень высокая волатильность, ну да, ну нам это близко, вот, и сейчас два раза он отбился от линии тоже зеркальной поддержки, вот, мы видим, вот здесь вот было, ну, предыдущий максимум там был давненько уже, вот, и ведь у нас что произошло? У нас произошло фактически историческое событие в России, то есть когда, я вообще не думал, что доживут до такого, честно говоря, когда Путин скажет, что газ из Европы, из недружественных стран, сейчас, как это принято называть, будут покупать, продавать, точнее, за рубли, вот, и если это действительно случится, вот, то это эпохальное событие, то есть это может укрепить рубль действительно, правда, мы там еще можем некоторые вещи не до конца понимать, где столько рублей, да, будут выкупать европейцы, чтобы оплачивать газ, ну, он говорит, что на московской бирже, но надо сравнить все эти объемы, изучить, да, вот, насколько это все реалистично, вот, вообще позитивный, конечно, это шаг, но, ну, мы можем до конца некоторых глобальных вещей еще не понимать, и все же здесь, если начнет укрепляться, ну, после этого заявления рубль укрепился, прям была сильная свечка вниз, вот, если он продолжит это укрепление, то я вижу здесь вот еще следующий уровень на уровне 80 рублей, вполне возможно, что если он пробьет вот этот минимум вот здесь вот, вот сейчас, который у нас 87 рублей, то может двинуться до 80, это тоже уровень поддержки, одновременно зеркальный уровень, зеркальный уровень поддержки от предыдущего вот этого максимума, то есть тут на цене 80 рублей, то есть вот этот диапазон может пролететь очень быстро, ну, вот такой вот у меня взгляд по рублю, ну, и добавлю еще сделочку по британскому фунту франк, кто смотрит мои выпуски по понедельникам, если кто, кстати, не в курсе, переходите по ссылочке в описании, я на своем канале каждый понедельник выпускаю сигналы по скальпингу своему, вот, и здесь вот один из сигналов дам по британский фунт франк, кто сейчас вниз движется, будет очень хороший сигнал в районе цены 1.21.21 на покупку, кто хочет заработать, вот, пожалуйста, ну, вот такие вот у меня рекомендации на эту неделю, надеюсь, турбулентность нас не захлестнет, доллары не исчезнут, не превратятся в амера, как нам пророчили в 2008 году, да, вот, надеюсь, устоим. Спасибо, Роман, за сделки, за рекомендации, комментарии в целом по рынку, я уверен, что отдельное тебе спасибо будет от наших подписчиков за рубль, которых, безусловно, интересует, что с этой валютой будет дальше, с учетом всего геополитического фона решений, которые принимаются, озвучиваются и так далее. Ну, давай тогда вместе следить за тем, что происходит, соответственно, будет возможность у тебя, соответственно, подключимся к прямому эфиру, соберемся уже в следующую пятницу, снова вернемся к рынкам, посмотрим, где будут и евро, и индекс доллара, и рубли, нефть, и золото к тому моменту. В моменте все очень быстро меняется, сейчас все происходит даже быстрее, чем обычно, и в следующей пятнице, конечно же, новостной фон может стать причиной совершенно каких-то немыслимых движений, учитывая то, что события в Восточной Европе, они никуда не деваются, и все за ним следят, понимая, что будут плохие новости, будет резкий радикальный такой сброс риска, будут хорошие новости, откажутся от защиты, напротив, начнут покупать риск. Это вот как раз, друзья, и есть волатильность, мы стараемся вам подсказывать, как действовать локально, с учетом таких движений, ну и рекомендации, собственно, с Романом вам дали. Роман, тебе хорошая пятница, впереди выходные, классных проведи, отдохни, рынок... Спасибо, спасибо, Артем, тебе тоже. ...с активностью, с хорошим настроением, с энтузиазмом и так далее. Ну и я тоже последую этой же рекомендации. Спасибо тебе, Роман, пока. Счастливо, пока.